как правильно питаться в бане сауне в летнюю жару что будет если неправильно питаться летом в бане или сауне здравствуйте приветствую вас на видео канале доктор скачков а я врач фитотерапевт диетолог натуропат борис скачков автор более 1000 опубликованных видео в интернете автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах часть них заказать и купить через интернет можно сегодня решил продолжить серию видео что стоит делать чтобы ваше время истекло позже и рассказать еще некоторые особенности как правильно лечиться вылечиться и жить без болезней далее вы увидите отрывок одной телепередачи в которой я участвовал в качестве эксперта диетолога и разбирался очень важный вопрос как правильно питаться если вокруг вас начинают окружать более жаркие условия и не существенно это летняя жара передача была записана в начале мая либо бабье лето началось как сейчас в украине либо вы вдруг вас решили отпустить в отпуск зимой и вы поехали к морю где достаточно жарко ибо друзья пригласили вас в баню либо сауну в каждом конкретном случае важно правильно изменить питание чтобы не пострадать овощи або мясо поговорим сьогодні и кто же будет отвечать на мои ваши вопросы поднимемся скачко порез глибович лікар терапевт фитотерапевт у сьомому поколінні дієтолог автор понад сорока науковых статей 50 книг та брошюр блогер написав більше тисячі статей в газетах та журналах пане борисе дякую що ви приїхали до нашої студії дозвольте на початку програми нагадати усім глядачам про нашу телефонну лінію вона звичайно для вас працює протягом усього нашого ефіру а номер він незмінний 490 1134 чеками на ваші запитання ну це одвічне питання що їсти м'ясо або взагалі його не їсти їсти самі овощі про це ми будемо з вами сьогодні говорити поговоримо з вами взагалі про те як правильно їсти м'ясо і чи безпечно на сьогоднішній момент бути вегетаріанцем давайте почнемо з м'яса тому що вже давно розпочався шашличний сезон і людей дуже стурбує питання щодо м'яса його якості як його правильно готувати як його правильно вживати або зранку чи можна вечеряти м'ясо ну одним словом нюансів дуже багато я сподіваюся що сьогодні з вашою допомогою ми всі ці нюанси проговоримо тож шашличний сезон ви вже розпочали да неділя три назад это было уже по взрослому но так вот понемножку ну все одно происходило ви знаєте я думала що дієтологи я пропрошую їдять лише в барене м'ясо з якими сошкованими овочами а от не засмажене на вогні в принципі от таке шашличне м'ясо або взагалі шашлик це для здоров'я як если его правильно подготовить то шашличное м'ясо будет ничем не хуже чем отварное потому что смотрите первое нужно конечно выбрать м'ясо нужно понять что для вас больше подходит если это мужчина который ведет активный образ жизни занимается спортом то конечно ему лучше выбирать красные сорта мяса ему нужен гемоглобин ему нужно больше энергии если это женщина или мужчина который ведет не самый активный образ жизни он может выбрать птицу либо рыбу из этих продуктов тоже можно готовить себе шашлык если мы берем людей которые ведут ну совсем уже постельный образ жизни то тогда они могут в наших условиях в условиях средней полосы вот сейчас использовать допустим вегетарианские шашлыки но этого недостаточно дело в том что есть физиология есть область теплового комфорта для человека это от плюс 18 градусов по цельсию до плюс 24 если температура в окружающей среде плюс 24 градуса по цельсию и выше то человек сидит дома он занимается домашним трудом никуда не выходит сейчас температура дома может быть такой он может заниматься вегетарианством только человек выходит на улицу а там сейчас ну плюс 10-12 иными словами холодно и для того чтобы согреться нужно расчеплять какие-то пищевые продукты и если мы берем углеводы то они повышают скорость обмена веществ на 3-4 процента то есть почти ничего если берем жиры на 7-8 процентов а если берем белки на 40 процентов ну знаете мы с вами сегодня про вегетарианцев ну окремо что будем говорить и более детально но все же таки повертаючись до м'яса щодо шашличного м'яса яке обрати тому що видів і сортів дуже багато є свинина курятина одним словом ну велико розмаїться але що треба обрати яке м'ясо на ваш погляд ну якщо ми говоримо сьогодні про медицину про здоров'я яке м'ясо буде більш корисне для нашого організму для шашлику саме ну самое легкое для всех это рыба это птица курица индюшка это уже по выбору но вот эти виды мяса они легче перевариваются легче усваиваются ну животный белок тут более мягкий если берем красные сорта то лучше всего переваривается это свинина может быть ягнятина она тоже достаточно мягкая остальные перевариваются немножко сложнее там есть свои особенности вот поэтому тут вот выбор вот такой и чем проще продукт тем легче его переварить соответственно больше от него будет польза я вам дякую у нас я перше запитание до вас будь ласка 490 1134 мы готовим вас послухать алло 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 ради вас что это будь ласка ваше запитание будь ласка добрый вечер вечер добрый ваше запитание так я хотела бы узнать начиная столетний сезон это дачный период будь ласка говорите а там уже говорят вы не слушаете свой телевизор лише то что мы говорим вам у слухавку а я поняла у меня вопрос начинается летний период дачный период насколько можно совмещать такие вещи как приготовление шашлыка и принятие ну спариться в сауне у доктора много на ютубе передач по этому поводу но вот как отдельно как совмещать такие вещи как это можно сделать Дякую вам за ваше запитание очень интересно вам много здоровья да это беда потому что многие что делают они в начале едят шашлык то есть нагружают свой организм а потом идут париться в бане чтобы вывести те шлаки которые могли попасть шашлыком вот этого делать ни в коем случае нельзя нужно делать наоборот то есть есть баня пошли попарились почистились вот и после этого где то в течении часа уже можно есть шашлык иными словами в бане сидеть постоянно нельзя посидел в парной вышел пошел проверил угли вот опять посидел в парной попарился немножко пошел повернул мясо чтобы оно не сгорело и вот таким вот образом можно делать наоборот ни в коем случае мясо даже если рыбу использует человек он не может зайти после этого в баню либо в сауну ну на протяжении часов 3-4 потому что рыба все еще в пищеварительной системе она все еще не переварилась и если в этот момент пойти в парную кровь будет под кожей а в пищеварительной системе будут паразиты это реально большая проблема так как легко отравиться даже натуральным шашлыком выбрали супер рыбу она вот только плавала или там курицу которая куда хотела приготовили из нее шашлык они сгниют кишечники и будет еще хуже наша глядачка згадала доречно про літо мы все его до речи чекаем чтобы было уже тепло от солнечные ванны взагалі коли спекотно чи безопасно ест м'ясо потому что мы знаем что в зимку хочется чего-то такого так ситного а в летку нам больше овочей фруктів взагалі спека и м'ясо вот тут они как раз не сочетаются вот тут я при температуре плюс 30 градусов в окружающей среде я становлюсь ситуационным вегетарианцем я убираю тяжелые продукты из рациона по той простой причине мясо повышает скорость обмена веществ а в окружающей среде жарко организм согрелся а отдать тепло мы не можем идет перегревание и здесь возникает проблема если еще и добавить национальные какие-то напитки с градусами то перегревание можно ускорить и вот здесь вот система питания в области экватора она правильная она абсолютно правильная в том плане что там очень много вегетарианцев и в этих условиях это условия выживания если такие условия оказываются на нашей территории нам тоже нужно эту систему применять и тогда здоровье человек будет сохранять а животные белки можно получать из молочных продуктов их исключать не нужно они очень мало подогревают обмен веществ яйца можно использовать в питании они тоже не дают много тепла и в этом случае мы и белок получаем иммунную систему поддерживаем организм поддерживаем а в жару не рискуем я вам дякую у нас еще запитание до вас будь ласка 490 11 34 алло иными словами если вы правильно и главное вовремя изменили питание ваше здоровье в безопасности вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого здоровья и разумного к нему отношения а пока вы думаете кому отправить ссылку на это видео не забудьте поставить на него лайк а я подумаю как лучше написать и разместить на своем канале следующее видео чтобы вы жили и лучше и дольше до новых встреч на моих каналах доктор скачков и школа доктора скачков